Добрый день, Василий Альбертович. Добрый. Черно? Да. Звонок поступил из финансового агентства по сбору платежей. Меня зовут Миченко Ирина Петровна. Я информирую о записи наших с вами переговоров. Василий Альбертович, звонок вам поступил по поручению организации ЕЗАЁ. Ваш долг на 16 сентября составляет 51 920 рублей. По требованию кредитора нам необходимо сверить вашу фонтастную информацию. Предоставьте дополнительный номер для связи с вами. Девушка, вы как будто первый раз со мной ответили. Какие сказки? Вот именно. Какие сказки? В связи с этих отделов я непонятно кому, каким-то коллекторам буду предоставлять свои данные. О чем вы говорите? Да можете не предоставлять, это ваше право. Но если у вас какая-то информация, если у вас какая-то информация изменилась, послушайте меня. Чего не вас слушать? Вы сначала выучите играть. Я вас не перебивала, послушайте меня. Говорите, я вас слушаю. Если у вас какая-то информация изменилась, я вам рекомендую обратиться в организацию ЕЗАЁ и предоставить новые данные. Василий Альбертович, на данный момент требование кредитора в течение трех суток до 24 сентября оплатить 51 тысячу 920 рублей. По какой причине не оплачиваете долг? Это вас тоже не касается. Касается, Василий Альбертович. На данный момент организация ЕЗАЁ. Вы работаете в ТСССР Гражданского кодекса Российской Федерации. Все правильно. По этому договору вас не должно интересовать, по какой причине я не оплачиваю. По этому договору вы меня можете только информировать о моей задолженности. По этому договору мы имеем право выставлять вам сроки оплаты. Ну, вы там ничего не имеете, сказки не рассказываете. Если вы что-то имеете право, если вы его уже купили. Вы его купили? Не купили. Поэтому вы не имеете права. А если вы его купите, то вы должны предоставить копию документов, копию цессии, по которой вы купили его. Чтобы я был убедитель, что мы будем работать. Оплачивать вы намерены по требованию кредитора? Я уже предлагал компании ЕЗАЁ и вашим сотрудникам выход из сложившей ситуации. Вы ее не передаете компании ЕЗАЁ. Поэтому это ваши проблемы. Я с вами не собираюсь общаться на эту тему. Понятно? Если компания ЕЗАЁ, что из нее устраивает, она может обращаться в суд. А мои предложения для компании ЕЗАЁ я уже сформулировал вашим сотрудникам. А передали они или не передали, это уже ваши проблемы. Оплачивать полностью эту сумму я не собираюсь. Если у компании ЕЗАЁ есть ко мне претензии, пусть обращаются в суд. То есть вы, я так понимаю, не согласны с суммой задолженности, правильно? Да, я не согласен с суммой задолженности, не согласен со штрафами и пенями. Так, Василий Альбертович. Минуту. Так, Василий Альбертович, что значит не согласны? Вы, заключив договор с Даймой, согласились со всеми его условиями. Согласились, что сумма будет нефиксирована, если вы будете ненадлежащим образом исполнять свои обязательства по договору. Так с чем вы сейчас не согласны? Как это с чем, девушка? Я не понимаю, с чем, Василий Альбертович. Вы, заключив договор с Даймой, согласились со всеми условиями. Я надеюсь, вы меня поймете с первого раза и больше не будете задавать мне глупых вопросов. Мой юрист считает, что этот договор имеет все свойства скабальности. Понимаете? Поэтому я хочу решить вопрос в суде и оспорить договор, потому что считаю его кабальным. Соответственно, если суд признает договор кабальным, все пенни штрафы аннулируются. И договор считается недействительным. Когда я заключал этот договор, я, как простое физическое лицо, юридически неграмотный. Понятно? Я все доступно на русском языке объяснил. Или как? Василий Альбертович, вы взрослый человек, и вы понимали, на что вы идете, когда вы заключали договор с Даймой? Пока не столкнулся с этим. Еще есть вопросы? Ну так, Василий Альбертович, если бы вы не нарушали условия договора, сейчас бы... Как это вы не нарушали? У вас суд просрочен. Я считаю договор кабальным. Соответственно, хочу оспорить его в суде. Как я могу сказать... Это ваше право, Василий Альбертович. Только в любом случае, вы прекрасно понимаете, что кредитор предоставляет все подтверждающие документы в суд, что вы именно для защиты, а в разуме исполняли свои обязательства по договору. Вы не понимаете, вы там все заморожены или как? Я этого и добиваюсь. Кредитор обратился в суд. Ну почему-то вы два месяца мне трезвоните, а он так в суд и не обратился. Почему мне? Вот ответьте на простой вопрос. Если кредитор считает, что он полностью... Отвечаю вам на вопрос... Отвечаю вам на простой вопрос, Василий Альбертович. Кредитор самостоятельно... Отдевайте, пожалуйста. Да, продолжайте, я вас слушаю. Кредитор самостоятельно принимает решение о передаче дела в суд. Не по вашим, не по нашим рекомендациям, а самостоятельно. И в первую очередь я вам хочу сказать, что кредитору это невыгодно. Конечно, невыгодно. Подписав договор займа, вы согласились с тем, что сумма будет не фиксирована. Что она будет увеличиваться. Поэтому кредитор и далее будет начислять вам проценты и штрафы, Василий Альбертович. И в итоге вы оплатите значительно больше суммы, Василий Альбертович. В конце концов... Оплатите, оплатите. Да, мне, конечно, глупости не рассказывайте, девушка. Во-первых, я принимаю эти понятия элементарных вещей. Если бы кредитор был уверен в своей правоте, законной, в этих договорах кабальных, в этих 600% годовых, они бы без проблем обращались в суд и взимали деньги. Но они знают, что суд, ни один суд нормальный, а у нас нормальные суды, не будет на стороне 600% годовых и кабальных договоров. Вот поэтому они не обращаются, как вы это не понимаете. Поэтому вот передают вам и выгонят, и по месяцам, и людям, и людям, и выгонят. Всем еще раз повторяю, Василий Альбертович, я рекомендую вам все-таки искать денежное следствие. Потому что в любом случае вы оплатите. А в любом случае вы... До свидания, девушка. Вот я у меня нету, время с вами разговаривать.